Армейский котелок, надежный друг и товарищ солдата с незапамятных времен. Анализируя старые фото, понимаешь, что котелок не всегда был пачкообразной формы. Так что заставило принять на вооружение такой странный предмет амуниции, давайте разбираться. Наиболее распространенный вариант представляет собой емкость с выпукло-вогнутым профилем дна, вогнутым с одной стороны. Снабжается проволочной рукояткой, петлей для подвешивания и переноски. При ношении на поясном ремне вогнутая сторона должна располагаться к телу. Крышка котелка может использоваться в качестве сковороды при разогреве или приготовлении второго блюда. Рукоятка крышки предназначена для ее удерживания, надежно запирает крышку при переноске, в специальные отверстия на рукоятке вставляется столовая ложка. Советский котелок 1936 года является немного переработанной копией котелка Вермахта, который появился еще в 1931 году. Этот котелок, в свою очередь, берет начало от котелка Кайзеровской Германии 1910 года. Объем современного котелка 1,3 литра, объем крышки 0,5 литра. Сделан из пищевого алюминия, окрашен в зеленый цвет. При опускании ручки в одну сторону, она опускается полностью, уменьшая габариты котелка при размещении в вещевом мешке, а в другую, остается торчать в сторону. При приготовлении еды, военнослужащие объединяются по двое. В одном котелке варит первое блюдо, в другом – второе. Второй котелок также используется для приготовления чая. Так чего же армейский котелок имеет такую изогнутую форму? Есть несколько причин. Во-первых, котелок обычно носится на поясе, вогнутая сторона военного котелка, специально предназначена для ношения на поясном ремне, она повторяет форму тела человека. Во-вторых, в котелок плотно помещаются две консервные банки. Солдатский походный котелок – это незаменимая вещь для туристических походов и отдыха на природе. Компактность и многофункциональность изделия позволяют сократить снаряжение и приготовить полноценный рацион на весь день.